ваше здоровье друзья здравствуйте сегодня предлагаю поговорить про строки горки из чего они состоят что там внутри для чего нужны и как себя не ведут и сейчас полазил тут в интернете поискал все-таки внутренности блин тащу проблемой это найти что внутри там еще внутри это состоит но не надо париться то есть шибко париться за это не надо главное вот это понять этот его поведение ну и так далее давайте посмотрим значит значится так вот короче объявляем строчку как обычно это в любом другом языке строчка тип по умолчанию конструктор у нас это создает в данном типе пустую строчку вот так при необходимости мы можем задать свое буду так теперь смотрите строчка по сути это некая внутренняя такая структура встроена в кошку в которой только имеется слайс байтов это по моему там поинтер на слайс байтов там тоже точно прям этот не тяжело найти информацию и и конечно же длина его теперь смотрите эти байты только могут считываться только на чтение изменять ее нельзя она круче мутабельно как бы это там не называлась в общем суть такая изменять строчку нельзя если вы примеру делаете какую-то примеру конкатенацию там операция со строчка ну представьте что там этот что в памяти там пересоздается изменяется этот участок памяти с помощью того или иного кода как бы раз захотели там увеличить в памяти старая стерлась и примеру там новая там перезаписалась как-то так давайте посмотрим вот я тут взял побольше буду потыкал по сути вы смотрите давайте запустим все это но не надо пока допустим вот этот дамп у нас что говорит он нам говорит вот допустим условно тип стринг длина 3 и вот эти вот как раз слайс байтиков вот он есть вот тут сожалению не это не выводит эту структуру очень плохо вот эту поискал в интернете нашел следующее вот пример вот тут описание структуру это элементов и видите указательная на на конкретный андерлейн байта с имя на конкретный байт базовые байты и число вот вот так она выглядит внутри давайте еще посмотрим еще вот так вот это если это вот так показывает вот а может быть так смотрите встроена строка репрезентирует структуру которая содержит два поля дата и спойнтер указатель на стринг дата и длину понимаете но вот тут языке они пишут они пишут допустим здесь вообще он этот еще будет же тут стали смотреть вот тут вообще он пишет фактически вы увидите строчку в комбинации чар указатель и короче длина и длина вот так что похоже как раз вот на вот эту штуку ну так а вот тут они пишут по официальной документации ложки смотрите ложка и это короче условно только на чтение слайс байтов вот туда который работает и так далее здесь вот они пишут тоже стринг ритм не слайс байтов и так далее в общем в итоге сводимся потому что и доме есть не нужно короче capacity то есть capacity и как бы нам не надо знать вот и получается что в общем если подытожить есть длина есть этот слайс байтов вот так слайс байтов но строки можно вы допустила найти в плане в плане capacity посмотрите если мы попытаемся capacity взять со строчки видите айдыни уже ругается нельзя взять capacity capacity а потому что этого поля как бы нету вот так а длину взять можно вот так вот так и получается у нас давайте дальше привет привет короче с с длина 12 почему 12 смотрите у нас же нету и 8 это я не козначение строчка состоит из никого значений в котором кириллица занимает по два байта раз два три 4 5 6 все соответственно 12 хэллоу хэллоу видите 5 как раз 5 ну так можно давайте пройдемся форм и линн стр так байтом раз вот так так все все чем мы получили этот числовое представление да так смотрите это 8 видите вот мы каждый байтик а байтик это по сути есть это youtube 8 зайдем во встроенную и built-in в общем поищем тут youtube посмотрите видите байт он есть youtube 8 тип синоним руна является синонимом in 32 вот вот так вот теперь изменять их нельзя стр 1 равняется ну в общем а доехо сразу ругается все нельзя теперь сделаем кириллицу поставим на самом деле можно и всякие иероглифы бананы яблоки там всякие знаки ставить вот но для простоты я пока кириллицу ставлю и посмотрим как там так что люблю это номер посмотрите это номер походу в этом в кодировке это 8 то есть условно это как алфавит да там номер такой-то там такой-то символ и так далее но смотрите видите как начал уделить нормально вот видите вот так вот это если мы делим прямо по байтам и сменять нельзя все можно также пройтись если мы форенш используем for у нас цикл будет проходить по ровным так называемым ароной как мы помним это in 32 вот и теперь а теперь можно без всяких этих всяких конвертаций он в общем сразу возьмет необходимую букву вот этом плюс вы смотрите поняли если прямо в детали залезть по байтам взять то надо условно через стандартный форум а если именно символ допустим пароль присылают допустим не знаю там будет что там допустим как раз пару можно не это пройтись проверить там каждую каждый символ youtube 8 букву 8 значение да там ну и все вперед вот еще опять вот здесь нет нет 32 что ли это такие заморочки то есть просто причем в этом ключевом моменту давайте прям этот первое нельзя менять нельзя менять второе второе цикл for форм форм раньше все здесь рун здесь байты в общем то вот это главное ну и все вот так пару раз пройдем стринг стринг все хэллоу теперь привет привет мир че видите вот так в каждой гитерации по youtube значению этому это я символу ли там юник от значения youtube символ пойди запомни вот вот эти вот ключи момент ключевые моменты по поводу стрингов все структуру главное вы тоже спрашивают на собеседованиях из чего состоит строчка и все вот когда спросят все говорим слайс байтов и длина все копасти нету короче вот так вот причем момент по сравнению со слайсом вот по ходу массив на самом деле он я думаю такой же потом дойдем на него еще там покопаюсь утром типа ищу мне кажется у массива обычно вот тоже самое скрывается там этот может быть чуть отличается точно не помню то что у массива это ряд значений и как были на это выглянно все ли только два показателя у строки значит слайс байтов и и длина а у слайса свою очередь елки-палки длина capacity и че еще забыл и тип что ли и ссылка на массив как раз на массив такого же типа но такие дела ладно затягивать не будем всем всего хорошего спасибо за внимание